Протока будет расширена Протока будет расширена на Бурейском водохранилище Продолжается операция по восстановлению естественного русла реки После ряда масштабных подрывов, когда масса взрывчатых веществ достигала 10 и более тонн И пробитие первого канала в завале военные инженеры немного изменили тактику работы Теперь специалисты сводного отряда действуют более точечно, используя куда меньше тротила Ведь сейчас основный упор делается на расширение протоки За последние сутки силами специалистов инженерных войск в районе обывало произведено обрушение левой стенки прорана с применением кумулятивных зарядов и 500 килограммов тротила В помощь специалистам сводного отряда с большой земли для проделывания глубоких шурфов доставлена буровая установка Напомним, что проран это образовавшаяся промоина при прорыве водным потоком дамбы или земляной плотины Подрыв производится таким образом, чтобы высвобожденный грунт не разлетался в стороны, а уносился по реке вниз по течению В помощь специалистам сводного отряда в район обвала скальных пород на реке Буре и вертолетами армейской авиации доставлены фронтальный погрузчик и буровая установка на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ Которая будет использоваться для проделывания более глубоких отверстий в скальной породе с последующей закладкой в них инженерных зарядов Уже проведено пробное бурение скважины в горной породе, сказал начальник управления железнодорожных войск Восточного военного округа генерал-майор Андрей Козлов Проделанные шурфы закладываются взрывчатые вещества в меньшем объеме, чем закладывалось ранее, и осуществляются более направленные подрывы Также принято очень важное решение о проведении подрывов под водой Прорабатываются условия для закладки взрывчатых веществ с целью углубления дна прорана на 4 метра За последние дни выполнено 8 подрывов на протоке, длина которой составляет около 200 метров, глубина 20 метров, ширина более 35 Скорость течения в протоке составляет 15-17 метров слеж с, объем спускаемой воды около 600 кубических метров в секунду Угроза затопления населенных пунктов вблизи Бурейского водохранилища и подтопления инженерных сооружений Байкала-Морской магистрали предотвращена Напомним, что в районе обвала скальных пород на реке Бурей ведутся работы с помощью двух бульдозеров Фронтального погрузчика, буровой установки, трех автомобилей повышенной проходимости марок КамАЗ и Урал Для доставки тяжелой техники используется проделанная дорога в сложной горно-лесистой местности общей длиной более 80 километров К выполнению задач привлечены 520 человек, 43 единицы военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат Орлан-10 Всего с начала подрывных работ на реке Бурей использовано более 200 тонн тротила и подорвано около 480 комплектов кумулятивных зарядов Работы ведутся в сложных климатических условиях при низких температурах, минус 30-40 градусов, высокой влажности и сильном порывистом ветре Напомним, что в начале декабря прошлого года в 73 километрах от поселка Чекун до Хабаровского края из-за оползня обрушилась часть сопки Оползень полностью перекрыл русло реки Бурей, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате которой около 28% полезного объема водохранилища было отсечено При наступлении весеннего половодия повышение уровня воды могло повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкала-Морской магистрали По поручению президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища были задействованы силы и средства Минобороны России Как видим, они успешно решают задачу Роман Берюлин, Красная Звезда Роман Берюлин, Красная Звезда